Материнский капитал – это программа, разработанная государством для поддержки молодых российских семей. Действует она с января 2007 года. На сегодняшний день размер материнского капитала составляет 408 960 рублей. Многие жители Лобинского района уже воспользовались выделенными средствами, направив их по своему усмотрению. Одни на образование ребенка, другие на улучшение жилищных условий, а кто-то на накопительную часть пенсии. Казалось бы, все просто. Однако вопросы все еще есть. За их разъяснение мы обратились к заместителю начальника управления пенсионного фонда в Лобинском районе Светлане Полуян. Люди обращаются к таким вопросам, можно ли на ремонт жилья. Нет, нельзя, потому что закон он прямо предусматривает это приобретение, строительство или реконструкцию индивидуального жилого дома. То есть приобретение жилого помещения – это принципиальное условие. Если это строительство или реконструкция, то объект индивидуального жилищного строительства должен быть. Очень часто задают люди вопросы, можно ли купить участок под строительством. Материнский капитал можно направить как на приобретение дома без участка, так и дома с участком. То есть здесь непосредственно принципиально важно, чтобы там был дом с участком. Отдельный участок, конечно, оплатить не имеем права, потому что законно предусмотрено улучшение жилищных условий. И, соответственно, в договоре, потому что договор в данном случае прилагается к пакету документов, и там будет выделена стоимость дома и земельного участка, соответственно, мы оплатим только стоимость жилого дома. Потому что законом прямо предусмотрено приобретение жилого помещения. Отдельно, если человек, допустим, хочет, чтобы за счет средств материнского капитала оплатили земельный участок, конечно, мы не оплатим. Очень часто люди обращаются с вопросом, можно ли погасить материнским капиталом потребительский кредит. Ну, как можно ответить? Конечно, в данном случае мы рассматриваем индивидуально каждые документы. То есть, когда на приеме к заявлению прилагаются документы, мы рассматриваем. И если из документов мы усматриваем, что потребительский кредит имеет целевое назначение, то есть приобретение или строительство жилья, и прикладывается весь пакет документов, который необходим, который предусмотрен правилами направления распоряжения средств материнского капитала, то мы, конечно, оплачиваем. Родители, приобретая жилье за счет средств материнского капитала, имеют определенные обязательства перед пенсионным фондом. Жилое помещение необходимо оформить в общую собственность всех членов семьи, включая детей, с определением размера долей по соглашению. Если жилое помещение оформлено не в общую собственность всех членов семьи, то во всех случаях использование средств материнского капитала лицо, которое является стороной сделки, ну, это может быть, допустим, владелица сертификата, мамочка, это может быть супруг, это тоже допускается, обязанно в течение шести месяцев оформить жилое помещение, приобретенное, либо построенное за счет средств материнского капитала, в общую собственность всех членов семьи. Выделяемые государством субсидии в первую очередь направлены на защиту интересов ребенка. Однако при оформлении в собственность жилого помещения за счет материнского капитала, интересы несовершеннолетних детей не всегда учитываются. Материнский капитал нужно использовать по назначению. И если члены семьи решают вопрос о том, что они должны использовать его на приобретение жилья, значит, оно должно было быть приобретено на всех членов семьи. В связи с тем, что были случаи в начале, когда родители оформляли на одного члена семьи и не выполняли обязательства перед пенсионным фондом, и не оформляли данное жилье дальше на всех членов семьи, поэтому встречались трудности и встречались какие-то незаконные действия со стороны родителей. Но в связи с тем, что эта квартира или жилье, приобретенное посредством материнского капитала, должно принадлежать всем членам семьи, а в члены семьи входят и несовершеннолетние дети, то согласно российского законодательства, такие люди могут продать жилье, но они должны предварительно получить разрешение органов опеки и попечительства. Продать квартиру без разрешения органов опеки и попечительства, где есть члены семьи несовершеннолетние, просто невозможно. При приобретении жилья необходимо учитывать интересы малолетних детей. За этим следят органы опеки. Если у родителей вдруг возникнет желание продать жилье и купить новое, то по закону они должны предоставить соответствующие органы пакет документов, доказывающих, что приобретаемое жилье соответствует всем требованиям и не ущемляет интересы ребенка.